Добрый день Добрый, добрый Я вам звоню Вы откуда? Из Москвы Москва Так, слушаю вас Москва, да Говорите Рад вас видеть Игнатий Тихонович, я смотрел Ваш канал В ютубе, очень мне понравился Очень много взял для себя И у меня Есть несколько замечаний Ну не замечаний, а пожеланий Может быть В ютубе у вас в канале Вот я вот смотрел другие каналы У них там и миллион подписчиков Но видео намного меньше У вас Такое, как получается Что подписчиков у вас Меньше, чем Самих видеороликов Да Может быть Вам как упорядочить их У вас вот 3000 стихов Там даже больше Можешь их в одну папку Сделать Стихи Или, например Там вот я вам звоню Там многие вам звонят Там звонки по России Там сделать папку Как бы Там Ну Разные Разбить, чтобы Как бы подписчикам было проще Ориентироваться по вашему каналу Вот как бы Я вот Ну это сделано там Там плейлисты Там 14 папок Да Ну а там в плейлистах Например Например Плейлист называется он Я не помню как там Фигура или как-то Ну там Как-то И ваши И там все в перемешку И стихотворение есть И Как бы И есть И Вот кто вам звонит И проповеди есть ваши И занятия есть ваши Все в одной папке Как бы Вот к чему я Это раньше так было Сейчас идет Я и раньше не знал И плейлистов не было А разобрать Мне просто не под силу А Понятно Но Если человек что-то ищет И зарядит То У него может получиться Люди находят Я думаю У вас там Модераторы есть Вроде вы показывали Там Парнишка стоит С девушкой Но Думаю Может он занимается Там по-быстрому Перекинул бы Он все в это Я думаю Не очень так Ну правильно Мы это знаем Но Я в этом деле Не разбираюсь А они никак Руки не доходят Работа такая По 12 часов Пусть дойдут Скажите им Пусть руки дойдут Ну ладно Это мелочи Еще Знаете Я вот Ну Как слышал Ну как Много рассказывать Что вы Проехали 50 тысяч километров Газели Я просто сам работал В Газели Вот я знаю Что это такое Я 50 тысяч не проехал 150 150 150 Вот Тем более И у вас проблема Была всегда Как бы Ну Говорит Самая большая проблема Вот я слышал Да Из ваших Речей Что По нужде Сходить негде Бывает Как бы Да Это самое главное А что вы Биотуалет Не возьмете Туалет У нас Кружку одну Негде поставить Мы с таким грузом Идем Собака Собою У нас все Переполнено Какой туалет Прицеп Прицеп Возьмите С собой Прицеп Вы не знаете О чем говорите Вы знаете Мы доехали С Алтая До Владивостока Проехали Турцию Проехали Афины До Лиссабона Проехали Скандинавию И Прибалтику И машина То сломалась В Швеции Какой там Прицеп Там вообще Мы где ночуем Где заходим Какая погода В какую грязь Мы залазили Когда На север уходят Это не Мы думали О прицепе Вначале Нет Мы очень удачно Взяли эту машину Два ведущих Высокая у нее Посадка А там Трое Там три Сидения Там семь человек Ходит Но у нас все занято Я еду с собакой На заднем сидении Я сижу с собакой Понял Большая овчарка Охраняет нас Вот Я понял Все Я думал Я думал У вас три там сидения А у вас Правильно У вас семь Значит вы это хорошо Нормально взяли Машину У нас переполнено У ней Рессоры В обратном направлении Стали выгибаться Сейчас тут Рессоры заменили Мы отправляем Всегда около Четырех тонн Где-то ставка У нас И каждую неделю Мы заново Заправляемся А заправиться Это мы берем Где-то Семьсот килограмм книг Чтобы В течение недели Мы должны пройти Двадцать пять пунктов Возвращаемся Загружаемся И опять уходим Мы по библиотекам Развозили в дар Мои книги Которые у меня вышли Тридцать восемь книг По всей стране И за рубежом А вы как Вы сначала Транспортные отправили Что-ли По всей стране Потом забирали Их и отправили Или как вы делали Нет Когда близкие районы Были По нашему региону Тут мы домой возвращались Там за тысячи полторы километров А когда требовалось дальше Мы там У нас знакомые И мы туда Контейнер Которые едут туда С фирмой договаривались И туда отправляли У нас ставка была Один раз была Ростовская область Шахты А сейчас в Калужской области Мы к северу подвигались И нам нужно возвращаться было И мы Туда-сюда По Украине По Крыму Это Когда еще разделения Это не было А когда уже за рубеж Мы загружаемся Двадцать пять государств В каждой центральной библиотеке Ну и На подарки Кому где Поэтому у нас Перегруз был полнейший И даже шелохнуться нельзя Но Дальше идем Нам легче и легче А как же Двадцать пять государств Вы уже грузились у себя Что-ли В Барнауле получается И везли уже В эти государства Или как Ну как Первый раз мы прошли страну Здесь У нас Прошли все республики Чеченские Там И Аланию эту И Осетию И все После Следующий год Мы пошли дальше Через Азербайджан Значит Армения Грузия Проходим всю Турцию И уходим в Афины По полуострову туда Дальше переплываем Мы оттуда В Италию Дарим книги Папу Франциску Венедикту Центральную национальную библиотеку Везде И дальше Мы уходим В Лиссабон А в России Мы были Портноходка Вот сколько прошли Оттуда Оттуда мы Обратно Идем Уже Франция Нас там ждут Дальше Мы направляемся Через Данию И входим В Скандинавию И в каждой стране Я дарю Ну Для Ангелей Мы оставили Тут у нас задержка Для швед Это я знаю А грузитесь Вы сразу В Москве Загрузили В Москве В России Загрузились И уже По всем странам Уже выгруженные Едики Получается Мы загружаемся В Калуге Вот это раз были Где у нас ставка Куда мы отослали груз Когда мы туда возвращаемся Мы истратили Только 25 экземпляров Больше машина не берет Из-за рубежа Туда-сюда Не наездишься Мы подсчитали Маленькие государства Швейцария Там Бельгия Не хватает у нас Поэтому мы Оставляем еще На все республики Теперь Великобритания Шотландия Ирландия То есть понимаете Сколько у нас тут Везде надо было оставить И пустые Мы возвращаемся Теперь Калуга Там около границы Мы заправляемся Теперь Начинаем мы работать От Воронежа И идем до Смоленска А нынче Сразу Отправили туда И на север Мы Это вы Да Я понял Я думал Вы загрузились в Барнауле И 150 тысяч километров Проехали Нет А получается Что вы грузите Еще где-то Еще в других местах Получается Вот когда На расстоянии Вокруг Барнаула Тысячи полторы километров Мы каждую неделю Возвращаемся домой Помоемся Загружаемся И уходим Здесь мы Туда и сюда Из Барнаула Заправка была Но когда там уже За Москву Мы сначала туда Контейнером отправляли Ну Такая машина едет Там почта Россия И мы туда Около 4 тонн Отправляем грузом Книги Каждый раз Нам нужно посетить Когда мы ездим Туда Примерно 120 мест 120 городов В каждой поездке За лето Это вы Это сколько же вы Книг-то вообще Сколько вы не считали Сколько вы книг-то Вот так вот Ну разрезли По этим По всему миру Получается В деньгах Допустим За два года Вот мы подарили На 7 миллионов 150 тысяч Сколько Ну По тысяче экземпляров Я сейчас не могу сказать Как Подождите Сейчас я скажу Ну примерно Это В общем Это 45 Тон 45 тонн Да Да Ужас Понятно Это 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 Чтобы По одному Эземпляру Каждого Тома Это 38 Разных Книг Тут Тут Такая Работа Целые Коллективы Работали Но мы Все Намеченное Сделали Ну да Понятненько Все Ясно Я просто Думал Знаете Что Если Я думал У вас Так Это Думал Может Есть Столько У вас Книг Там Как Перевод Может вам Господь Может машинку Даст Получше Есть Знаете Какие Есть машины Прям там И туалет Есть И раковина И эти А книги Я знаю Я как бы В этом Грузоперевозках Я занимаюсь Их можно Русовать Куда хочешь Все Уже Закончили Больше Мы Не ездим Все Книги Кончаются И все Намеченное Мы сделали Нынче Последний Год На север Северная Экспедиция Была По северу Парился У морю И там Все Прошли Все Мы Закончили Работа Была Такая Проделана Что Никто И не верит Что Она Сделана На русской Газели У нас Было В Австрии Там Перед нами На колени Становились Газель Путин Россия Фотографировали Ну Представьте Она Красивая Так Выглядит Это Нижний Новгород Такая Грузопассажирская А машина Это Пониже Разного Света Она Как Белая Лебедушка А кто Та Говорит Колымага Она Пройдет Как Танк Идет У Нормально Нормально К тому же Я просто Думал Что вы в трехместной Я думал А куда же вы собаку Ты еще девали Я думаю Собака Она Я сзади сижу И она У нас не просто собака А восточноевропейская собака Чемпион России Чемпион России Вот так И вы Понимаете Мы где-то в лесополосах Начнем Люди жмутся Где-то ближе к людям А нам уже было подальше И мы где-то там Скрываемся Ветками закрываемся У нас с собой решетка Выкапываем печку Готовим У нас картошка Круп И все с собой было Иногда рыбы дорогой купим Редко когда Сухари с собой Накормить собаку И для нее там Собачий корм Там с собой Ну все взяли То есть обдуманно было Мы поехали Опыта никакого Теперь мы можем сказать Опыт есть Да Это такая экспедиция Это серьезная Я просто знаю Сам занимался Как бы там Перевозками ездил На машинах Ну примерно Пятьсот Пятьсот Представьте Пятьсот городов И сел Государств Все Дошли от Тихого До Атлантического океана От севера до юга Мы только в Чечне Три раза были Вот главное Когда готовился ехать То я по интернету Много шарился Везде искал Какие государства Какие там Отношения Ну и Высчитал там В Польше Там дорог нету И они очень такие Придирчивые Там жадные В Швеции Там если Не такая у тебя Справка на собаку Не пропустят В Чечню ехать Только головы режут Мы проехали Везде Ничего на нас Не сработало Польша Прекрасно Нас приняла Легко прошли Таможню Ну просто Везде А вот с собакой Нельзя Там Ну все Прививки У нас щи Все у собаки было Нигде даже не проверили Хуже всего было На Украине Вот взяточники Вот дай Дай Одному Дал Второй Походит Ездил Ездил я Через украинскую Границу Я говорю Которыми пугали Государства Там Швеция Дания У нас наоборот Везде Все хорошо прошло А уж Прибалтик Это родная Моя страна Слава Богу Как говорится Что ты можешь сказать Господь с вами был Я думаю Это Точно Как бы Нас Принимали Везде Очень и очень Хорошо Ну представьте Мы приходили в Ростов Они говорят У нас Кто книжку Одну принесет Для нас праздник А вы столько Нам А книги-то Какие Их видели В библиотеке У президента Путина Книги-то Их Просто Я могу сказать Я знаю Что вашими книгами Ну Там Ну Знаю Что там Церковь Там Вот Мостолковский Патриархат Вроде бы Говорили Что плохо Относится А другие Есть какие-то Хорошие книги Кто-то говорил Это не то слово Это не то слово Хорошее Говорит тот Который Чувствует Что его подрывают Потому что Они бизнес сделали Из церкви Я говорю Купля-продажа Но они И свирепеют Из-за этого Книги Ну я просто Скажу Допустим 26 том Каждая книга 752 страницы Вот А одна книга Что это 300 поэтов России За 300 лет Что сказали По определенной тематике Я в разных университетах Вел занятия И вот допустим Студентам я говорю В течение одного месяца Отвечаю вам На ваши любые вопросы Поэзия русского народа Но На каждый вопрос Вот допустим Какое участие Поэты приняли В революции Я беру Максимилиан Волошин Вот его стихотворение О революции Вот Бунин Что об этом сказал И у каждого Эпиграфа из Библии Шесть поэтов На любой вопрос Вопросов 200 И на каждого Шесть поэтов Ну вообразите Что это такое Если семья Что об этом сказал Некрасов Никитин Высоцкий Там Ну разные Разные Поэты Святых отцов Я стал читать Видели Ну вот Насчет книг 38 Этих книг Я видел Это Это Как бы Ну очень Они толстые Очень большой Как бы Объем работы Метр 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 Сорок Полка занимает 31 килограмм Я вам скажу данные Вы же вроде Говорили Там кто-то Их исследовал И ничего не могут Найти опровергающего Там еще нет Кроме обличения Вот Я в одном месте был Одна зашла Директор попозже А книги уже приняли А у меня доклад Про старообрядцев Говорят У вас что-то есть Я показываю 11 том Одна заходит А у нас вот Мусульмане А что 18 том Я разбираю Коран полностью Сура и Аята В сравнении с Библией Что за 1300 лет Сказано было Мусульманах Во всем мире Какие поэты Какие политические деятели Понимаете Какой труд сделан Три тома Это еврейство Еврейство Разбирает Талмуд 12 томов Талмуд И что об евреях Сказано было За 3600 лет Это надо просто Представить Какой это материал Ну Вот у меня Конечно Ну так В голове не укладывается Ну как Укладывается Академический материал Академик Вот Ломоносов Так делал Вот как бы Ну вот такие Ну как бы Я не знаю Тут Без комментариев Как говорится Это ну Как бы да Это все понятненько Так-то И знаете что Я вот еще хотел у вас спросить Вот У нас У многих Как бы Ну как у многих Тут Ну у многих Такие проблемы Вот Я с женой живу А она была До этого тоже жената В другом браке Ну вот Ну и Как бы у нас дети Общие Там все И так Ну не только у меня Ну у многих Так Ну повенчались Как бы с ней Ну вот живем Что Вот во свете Библии Или как там Вот что вы нам Посоветуете Или что вот Ну А как бы Потом я в Библии Прочитал Что нельзя было В жены брать Типа Потому что это ну Это надо Если одна жена То одна жена Значит должна быть Как бы Ну Это А теперь то что вот делать Как бы Ну что вот Теперь что делать А теперь что делать Если ты веришь В будущую жизнь То вопрос уже даже не ставится Что Бог говорит В святой Библии То надо делать Иначе окажешься Не в раю в аду И вот это Сегодня Утехи Жена Это тебе даже не вспомнится Настолько это покажется Мелким Ничтожным И ненужным Ты узнаешь сначала Если вы были верующие Верующие Оба Вы совершили то Что в церкви не должно быть У нее если живой муж Если она при живом мужу Выйдет замуж Она прелюбодействует То есть она прелюбодейка Она не может не причащаться Ничего нету То есть только развод Дети Во внимание Библия не берет Дети есть или нет Дети говорят Суть свидетелей Разврата родителей Вот так называется Я понимаю Что это жестко Трудно Но это Бог Бога не обсуждают И поэтому Если вы этого не знали У вас так все это случилось Это уже решать надо на месте Пойти к священнику Священник сам не решит Он отправит ваше прошение К епископу Епископ Должен вам разрешить Если вы скажете А я вот после брака Там только уверовал До этого не знал Ну как обычно говорят Там крещение Ну повенчали 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 нас в церкви Как бы Ну повенчали Это тоже Это все это потребуется Надо узнать Был ли Кто из вас До этого Венчан Были или нет До этого Кто-то из вас Был венчан Нет Нет Никто не был Венчан Никто Ну этот брак Церковь считает Как преступление Даже по церковным Нет ничего Если оба были неверующие А что они У нас помечали Тогда получается Вот получается так Если оба были неверующие Комсомольцы допустим А потом один уверовал А второй неверующий Он не идет Венчаться То это брак считается Законным Если она желает Неверующая жить Дальше будет видно Видите У церкви Не все стандартное Это апостол Павел Говорит в первом Послании Вы верующие Получается Я понимаю Что Ну вот Я в 75-м году Родился Это был коммунизм У нас Там все Ленин у нас Вот там Мы ходили Это пионерами К Ленину Там все Ну вот Потом Все это развалилось Ничего Я пошел Мне что-то плохо Стало в жизни Там 20 лет мне было Я пошел в церковь Вот за крестиком Думал Надо купить крестик Что же я крещен Я не пойду без крестика В Новоостаповский монастырь Вот я зашел Я там стоял Час выбирал Крестик Или полчаса Там никого не было Народа Ни единого человека Не было Это было 20 с лишним лет назад Как бы Ну вот А сейчас Там всегда народ И молодежь И все И я стал По чуть-чуть Там как бы Получается То Церкви То сейчас Молитвы знаю Там некоторые Стал читать Библию Как бы Ну потихонечку Как бы вот идем Ну и жена Никогда не была Она у меня Что она Атеистка Всегда она верит Богу Мы там Детей причащаться Ходим Как бы Вот что все делать Мы как бы Верующие Ну конечно Там Ну с вами Это понятно Я не знаю Это крещение свыше Там у вас было Я не знаю Может быть Крещение свыше У меня Может оно было И наверное Не было Значит получается Я не знаю А вас как крестили С полным погружением Я у матери Вот как раз Когда я Ну ваше Видел Вот эти ролики Я матери позвонил Говорю Мам Как меня крестили С полным погружением Или Ну Мне годик был Она говорит А ведь я не помню Не знаю Тогда 84 Правило Шестого Вселенского Собора Нужно полное Крещение принять Принять Чтобы найти Вот вы вас в Москве Храм Христа Спасителя Знаете? Ну конечно Вот на этой стороне Канала Берсеневский храм Метров 300 250 От храма На этой стороне Около моста Там игумен Отец Кирилл Сахаров Московский патриархат К нему сходите И там можно Принять полное Погружение Отец Кирилл Сахаров Игумен На Берсеневке Набережная Берсеневка Прямо Прямо возле канала Вплотную С этой стороны только Набережная Берсеневка? Да От храма Христа Спасителя Метров 250 Старинный храм такой Отец Кирилл Сахаров Вы скажете Что со мной разговаривали Я у него когда бываю Там Как-то это Чтобы вам доверие вызвать Какое Чтобы вы не провокатор Я хотел сразу сказать У нас все записывается Выставляется В этом В Ютубе Это я знаю Вы не против? Да выставляй Не, не против Мы говорим о хорошем Другие на этом учатся люди Ну дай бог Что с тобой тоже Может из нашей беседы Так что вот По первому вопросу Пойти к священнику Вот как раз К отцу Кириллу То все это и решите Вот Он вам все это разрешит Он очень грамотный Он член Союза Писателей России Он такой Я когда бываю у него Всегда в храме у него Одеваюсь Я чтец Проповедую у него Он редкий души человек Он много ездит Понятно А вот Как бы я вот Ну слышал Что деньги-то нельзя Вообще брать-то Да вот как бы За это крещение Нельзя И давайте брать Нельзя Нельзя Если берет деньги Отойди от него Ты должен платить Десятину Десятую часть Каждый месяц Со своих доходов Крещение Все бесплатно должно быть Ну что все и дело Понимаете И никто у нас Не платит десятину Никто Понимаете А ты плати А получается Что В церковь приходится Вот им Получается Ну И там как бы За все брать Как бы Ну за это дело Христос выгнал торгашей Если торгует Это значит Христос еще туда не приходил Вы знаете Как бы Сейчас вот Вот как раз По радиу Вера у нас есть Я не знаю Может знаете Вот Слушал как раз Там вот Ну там Как бы Получается То что Там торгаши То были Какие Там Еще Там Жертву приносили Там Кого там Баранов Или кого Ягнят Там я не знаю Кого Там Были во дворах Тысячи были И у всех цены Большие были Как бы И все забито было Торгашами Как бы Ну вот Он их как бы Выгнал Получается Вот у нас Как бы вот так Вот Ну я так понимаю Вроде оправдает Нашу торговлю Оправдать можно Вроде да Вот я про это и говорю Как бы Вот что все делается Так вы решите так Что что у них У евреев там было Во дворе и прочее Это было по закону А про свечи Ни одного слова Нигде не сказали Ну а все беззаконное Так что нам тут Рта раскрывать не надо Нам просто Вот у нас торговли нет Воск нужен Батюшка покупает На пасеке Бабушки льют свечи И сколько надо Священник сам поставит У нас Ни одного рубля В храме не ходит Вообще Ни сбора Нет ничего Десятина Все решает Мы хотели Как бы Ну тут Оказывается А в Самаре Такого нету Вот например Вот там Одна женщина Подходили К батюшке Там что-то надо было Там мед хотели На территории Открыть палаточку У нас в Москве Есть тут Как бы такое Но Он говорит Вы что там Она была хорошая Знакома Ну как Есть хорошая Он прям на нее поругался Так Ну зло Говорит Нельзя Вы что там Пожалуйста За территорию Пожалуйста А тут При храме Нельзя Как бы И на территории Храма Нельзя торговать Ничем Даже не с вещами Ни с тем Что есть Это канон Такой Это канон Запрещает А почему Вы решили Что батюшка Так зло сказал Он сказал правильно Не Не то что зло Это я так сказал Зло Ну в общем Он резко Сказал Он не должен Так говорить Он пастырь Он заботится Чтобы не было Нарушения А вот Насчет канонов Вы говорили Вот Есть такое Что у евреев Нельзя лечиться Как бы Получается Еда Кошер Лечиться у евреев Можно или нет У евреев Канон Есть такой А чистая пища Левита 11 глава Они строго соблюдают Продают кошерную пищу Лечиться у врача еврея Лечиться А я пищу думал Ну Почему же не лечиться А канон говорит Не лечиться Надо понимать В какое время канон был В то время Большие были вопросы Врач мог свободно Решить жизни Вот у меня Операция У меня на стройке Я всю жизнь проработал У меня прямо У вас Хотелось спросить У вас про это Хотелось спросить Вы вроде бы Говорили Что вот Все каноны 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 Нарушают Церковь Как бы наша Получается Там 900 канонов Они 400 Нарушают Из них Но Я не нарушаю Как бы вы говорили А получается Что вы лечились У евреев Я не лечился Меня привезли Почти без памяти А если бы сказали Заранее От меня не зависело Меня подняли На носилке И потащили И на операционный стол И я не знал Врач Ну а теперь сказать А если бы сам я пришел Плохо было И что он Врач Я бы у него лечился Он очень хороший Шойхет Якоб Нахманович Доктор Получается Можно Тогда каноны Чуть нарушать Эти каноны Мертвые Они не действуют Их никто не признает Почему Тогда была Эта обстановка Касалась Вот это Противостояние И чтобы оградить От смерти Своих людей Шульхан Арухта Повелевает А это другие Евреи Это не те Которые Он сейчас ИГИЛ И возьми Которые у нас Татары Они их татар Всех убивают Своих За мусульман Не считают Они свои Которые Мулы Они их убивают Сразу Это говорит Неправильные Мусульмане Значит Это получается То что Как бы Каноны Вот эти Есть 200 канонов Которые Они мертвы Они никем Сейчас Никакой церкви Которые Есть В законе Церкви Их 270 канонов Вообще убрали Вообще убрали Их нету У старобрядцев Они есть У старобрядцев На маканоне А сегодня 270 Вообще Выбросили А из 719 И 413 Нарушаются умышленно Торговля Вот это Раньше 30 лет Ставят священники Тут нужды Никакой нету Это уже Серьезами Не связано Понятненько Нет Я так Ну Просто хотел узнать Насчет этого Я говорю Хотел спросить Про крещение Вообще То что У меня тоже Детей крестили Получается Их Вот так Окунали А голову Им просто Обливали Это не крещение Это обман Крещения не было Обман Ну Давайте Вот тогда так Разберемся Я вот например Этого не знал Вообще Это мои дети Тоже не знают Не я например А другие Кто с вами Не разговаривает Никто не увидит Или что-нибудь Не узнает Вот Если Они не знали Никогда этого Правильно Что это так Значит Кто нарушал Это Это нарушал Кто крестил Получается Правильно Да понимаете Христос сказал Слепой Слепого ведет Оба в яму Оба упадут Это не отговорка У тебя голова Дана была Никак Просто я Знаете К чему подвожу Я хотел подвести То что Я вот по-моему Где-то читал Или от вас Не знаю То что будут Как бы Если Придет Страшный суд Будут Судить Мусульман И Вот Например Попуаз Там Вот эти Кто на Небитаемых Островах Получается По По совести Вот судить Которые Не слышали Не слышали О Христе Не слышали Не знали У них Выбора Не было Слушали Получается Как бы Они Получается Как бы Слышали Получается Что Мусульман Я тебе веду Да Да Мусульмане Слышали К мусульманам Это не относится Они о Христе Слышали Они убивали их, а не слышали. Речь идет о том, что не слышали, не знали до принятия закона. Это вопрос такой. Ну, я понял. Должен человек сам. Если, допустим, так вот, мы живем в Москве. Ну, говорят, советские, там, коммунисты не разрешали, поэтому я не ходил в церковь. Но если один человек на Москву тоже не разрешали, и он ходил и принял крещение, этот человек будет судьей для всех. Я смог, и ты смог. Если я нашел, почему ты не нашел? Значит, ты не искал, обольстился этой жизнью. В этой же стране, в это же самое время. И человек жил правильно, а другой жил, грешил, а я ничего не знал. Как не знал? А совесть-то куда делась? Ты нашел бы обязательно где-то. Нашел. Просто надо построже к самому себе подойти. Давид говорит, да не уклонится сердце мое, да извинения дел греховных. Да, я стал вас слушать, стал себе строже, это точно. Ну да. Вот, что у вас, вот, это и есть его, как бы. Видите, я говорю, никому не угождают. У меня в книгах написано, ну, представьте, это сколько страниц. И ни в одной строчке я нигде не приглядывался, не лицемерил. Священник, патриарх, президент. Я говорю так, как есть. Всегда по совести, по своей, правильно поступали? Да, у меня цензора не было. У меня цензор совесть и Бог. Я молюсь в то время и жду от Бога ответа. Вот, и знаете, я еще хотел вам сказать, вот, многие, как бы, вчера даже, вот, беседовали вы с белорусским, по-моему, там, господином, и с Сергеем, вот, он в тельняшке лежит, ДЦП у него, по-моему, наверное, я не знаю, вот, вчера, что ли, позавчера у вас был в Ютубе канал, вы беседовали с ним, с Сергеем, вот, который лежит-то, он лежит что-то у него. Парализованный который? Да, да, в тельняшке. Да, в Воронеже, в Воронеже, Козлов. Козлов фамилия. Вот, он вам все говорил, что, в том смысле, что вы очень яростно, ну, вот так, что, вот, я Богоизбранный, я знаю, все, вот, я вот так, как бы, ну, вот, а вы ему говорили, как бы, а он вас не понимал. Ну, вот, я просто, как бы, у меня по натуре такой же я человек, когда, вот, я прав, я, ну, у меня голос повышается, и мне даже жена говорит, что ты мне орешь? Я говорю, я не ору на тебя. Или, вот, родители говорят, что ты вот орешь? Я говорю, родители, я не ору, я просто, вот, ну, вот так говорю. Как бы, вот, я вижу, что черное, я не могу сказать, что это белое. Вот, как бы, грубо говоря, вот так вот. Вот, может быть, ну, вот это объяснение, то, что у вас такое вот, ну, очень, как бы, ну, жесткое, как бы, не, там, вот, все, там, поиси, там, вот, ну, все, вот, как бы, святые, как бы, все скромные, как бы, получается, вот, ну, как, вот, ну, там, например, по радио, там, вот, такими тихими голосами говорят, как бы, ну, там, за них читают их проповеди, там, ну, или, там, я не знаю, Хотя мы ездили на соборовне к отцу Герману, он нас просил, в Сергиево-Посаде есть такой, может, знаете вы его, он говорит, венчайтесь, не курите, не блудите. Он много раз сильно говорил, потихонечку говорит, а вот именно то, что ключевые слова доносят, от души это у него идёт. И как у меня, вот так же от души идёт, вот так же и у вас, я так понимаю, что это от души идёт, что когда вы говорите, что жёстко обвиняют во многих. И я тоже слышал, да вас как бы это, ну про церковь там, про это всё, но как бы это, не верил в это, вот что всё делал-то. А тут получается, что... Видите как, люди этого не понимают. Они говорят, гневаться там нельзя, а они не знают, гнев по-человечески не творит правду. А если бы гнев был в человеке нормальный, как Господь говорит, Господь Христос с гневом воззрел на них, ну зачем бы это было написано-то? И гнев, да, на качество такое, чтобы мы ревновали о добром, говорит Иоанн Златоуст. Ну как у человека есть, допустим, похотение, это чтобы... Иоанн Златоуст, да, говорит, что гнев, как бы вы сказали, что он говорит, Иоанн Златоуст? Иоанн Златоуст говорит, что если бы гнев был не от Бога, его бы в человеке даже не было. Это говорит среди того, что мы могли противостать за истину. Ну представьте, Иоанн Креститель на Иордане, люди идут креститься. А он кричит, по рождению Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Это в фильме показано Иисус. Иисус, фильм такой есть, Иисус, зарядите, на Евангелие от Луки. Ну как он говорил-то? Люди идут креститься. Это лучший фильм, какой был в начале перестройки. Иисус? Иисус. Просто Иисус. По Евангелию от Луки. По Евангелию от Луки. Иисус, просто Иисус одно слово. Очень хороший, самый популярный фильм. Точно по Евангелию идет. Там озвучили с английского. Артисты там, самые лучшие артисты были собраны. Лавров, там это был Ульянов. Голоса там, чтобы совпадали с английской речью. Очень и очень хороший фильм. Его показывали, я не знаю, по всей стране он прошел неоднократно. Я вот ни разу не видел. Посмотрите. Посмотрите. Смотрю. А вы не смотрели «Остров» фильм? Смотрел. «Остров» не смотрели? Я смотрел. Смотрел. Вот за него усыпились. А лучшие карикатуры нельзя создать, как вот этот фильм. Это то православие, какое есть вот сейчас. Там ничего нет евангельского. А сегодняшнее вот это православие, они прям умиляются. Павел Лунгин, как написал, Мамонов, как сыграл, там то другое. Это сегодняшняя вот эта бижутерия. Бутафория вся. Мне он очень понравился, как бы, этот фильм. Как бы вот он, то, что он обличает своего, как помните, он говорит, а где тут бесы, где тут? Раз снимает с него собаки, как бы, понимаете? Как бы вот раз, вот выкинул эти бесы. Там вот, то, что вот именно, что он показывает, что отдайся Богу-то, а не бесам, как бы, вот в чем, вот я думаю. Об этом уже рассуждали. Вот это Анатолий, Анатолий, которого и играет Мамонов Петр-то. Вы вообразите, что он с вами. Вы на работу собрались, он ваши сапоги бы выбросил в помойку, а вы бы босиком были. Ну, прикинь себе, одеяло там бросил и проще это. Это нам кино хорошо смотреть. Он идет, уже 8-9 лет прошло после войны, он думает, что убил этого капитана, Господи Иисусе Христе. Он все еще нет прощения, он не верующий, в Евгенгелии он не верит. То бесами перекликается, кукарекает, то еще что-то. Эту режиссуру написал-то студент в ГИКах. Это фальшивая, лубочная, лубочная христианство. Это говорит игумен Петр Мещеринов в Даниловом монастыре, он там, преподаватель с молодежью. Лубочная. Настоящее христианство, это два пункта только нужно выполнить. Родиться свыше и жить в Духе Святом. И остальное тебе Бог приложит к этому. Никогда не лукавь. Доверься Богу. Услышал нельзя? Да, да. Нет, нет. Не нарушай никогда свое слово. Тщательно смотри. Включи в себя, чтобы у тебя были молитвы все время. Утром, вечером. Дети пошли в школу. Три поклона. Передний угол, где иконы. Там, тяде или папа. Благословите. Все по благословению, чтобы было. И она другая жизнь будет. Жена, чтобы не командовала. Не будь подкаблучником. Это самое последнее дело. Твое слово закон. Она не имеет права ни одного письма послать, пока ты в конце аминь не напишешь. Сказал, нет? А я думал, это для батюсов только можно. Такие строгие. А это для всех русских получается. Он говорит, святой, чем строже ты обращаешься с женщиной, тем больше она привязана к тебе. Она понимает, это крепкая стена защиты. Ему можно доверить. А хлюпик, она сама расползется, как кисель, как медуза расползлась. Вы обязательно выложите это в интернет. Я ей покажу. Это не мое. Это абсолютно точно. Вот у меня отец, у нас в семье было, в матери, 12 детей. Это не два ребенка. А отец вот так вот, руки у него не было с фронта, левой руки. И я никогда не видел, чтобы по-своему мать делала. Вот мы полим огород, а мать... Ну что-то ребятишки там забегали, с охотасусликов половить, там велосипед накопить деньги. Она скажет, отец вот придет, а он пасет коров. Он что нам скажет, что мы не сделали? А я не знал, что он скажет, но мне так нехорошо было. Мы старались, прямо не знаю как. Скажет. И это казалось таким большим наказанием. А они двое полкласса не кончили. Как знали? Никогда я не видел, чтобы мать при отце сопротивлялась или говорила. Или он за дверью выйдет, она бы его начала обсуждать. Никогда. Отец спасет, я приду. Ну как там мать дома? Я спросит, сказали. А мать бывает сделает не так разумно, как отец бы. Никогда не помянет даже об этом. Но если зайдет, а у нее там щугуны стоят на лавке, он всегда скажет, ну расставила тут щугуны до соседнего дома. Ребятишки бегают, аж парятся или что-то. Он все время заботится. У нас ни один не обварился, ни один не наткнулся. У нас берег отец. Не ругались они, да, получается? Нет, они не знали даже. И даже если она не права, даже не упрекала ее, да, получается, как бывает? Нет, как упрекал. Он говорил, он хозяин. Он требовал, он говорил. Он знал. Но она-то не должна пререкаться. И в глазах, когда он ей, ну чтобы там что-то было, этого не было. Он сказал, Марья, ты тут вот это знаешь сегодня, да, 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 все, все кончено. Это уже как приказ. Беспрекословно. Они дополняли друг друга так, чтобы мы даже сегодня смотрим, и как будто жили одна душа. А отец, когда выпьет, он и мог ему заматериться и закурить. Когда уже выпьет, тогда тут температура была другая. А выпьет, когда кончен постей, люди тогда подают, что удачно отпас, скотина целая. Ну и подают, а у него вера там крохотная. И он выпьет. А выпьет, тогда уже и слова свои не контролирует. Ну это понятно, это все ясно. Это человеческое, это все ясно. Ну конечно. И знаете, что я хотел еще? А Игнат Тихонович, а вот насчет поп, не смотрели кино? Смотрел. Ну смотрел, как в войну они там захватили немцы, и как он там себе был. Там при нем вешали, как он заступался, в лагере помогал. Да, да, да. Как вам, понравилось? Хороший фильм. Хороший, да? Этот фильм хороший. Это не остров. Остров – это карикатура на православие. А вы помните, вот знаете, еще какой-то фильм был, я не помню, как он назывался, там, коммунист вначале расстреливает священника, потом ему дают убить герцога, фимляндского какого-то там убить, поехать на остров, это после революции только случилось. Называется «Предел ангела». «Предел ангела». Да, да. И потом его убили в конце, как бы, то, что он, ну, вот это как вам фильм получается? Понимаете, я не могу сказать, вот когда на документальной основе и подходит так, в этом фильме я рецензии не могу дать, я даже не знаю, нужен он или нет. Я посмотрел его дважды, я очень много смотрел фильмов, и ничего не могу сказать. Да, тяжелые, большие переживания, я только о том думаю, а как бы я повел себя в этой обстановке. Там он еще когда-то в Финляндию он перешел, там девочка ему помогала одна небольшая. Это вещь, видите, больше касается военного положения, а мы пацифисты, мы за это не беремся. Страшная проблема. Не, ну, как бы, там смысл в том, что он был гречником, ну, как бы, его убили, он стал, как бы, ну, не святым, но попадет он на небо, как бы, он смылся вот этим, что его убили, смыл свои грехи, вот как бы, что он вымолил в конце, обокаялся. Да, Господь это все учтет. Он мог, как мученик, все правильно. То, что он покаял. Я примеряю все это к себе воображением, что я не священник, а я на том месте, как бы я себя повел. Задача сказать им о Христе, а он тут еще как раз и не сказал. С этим я не согласен. Верующие в житиях святых, они просили немного потерпеть, там, сколько-то минут, пока мы помолимся. Они молились за палачей, за своих, за расстрельщиков. Господи, проси им, они не знают, что творят. Чтобы, когда мы воскреснем на суд Божий, чтобы вот это их преступление против меня не было препятствием. Проси им, Господи, я им простил. И ты прости. Вот что нужно сказать. Но священник, наверное, вымолил, чтобы у Господа, чтобы все-таки простил он этого убийства своего. Ну, конечно, конечно. Есть еще фильм «Настоятель». Ну, тут больше на боевике. «Настоятель»? «Настоятель», так и называется. Но это уже не для каждого. Там как в церкви мафиози своих хотели наркотики хранить, и молодого прислали. А он сам разные там приемы знал, и как у него работа пошла, и как, наконец, он сам попался. Ну, такой он больше на боевик похожий. Но смысл в этом есть. Повторить это нельзя. Это только Александр Дедюшка это был, погиб-то. Ну, от которой везде там такой-то псевдоним. Сашка Билл или кто? Ну, этого-то погиб-то на машине. Это кто, Александр Дедюшка? Дедюшка. Актер? Да. Он играл очень хорошо. Ну, вот так. Понятненько. Ну, ладно, Игнат Тихонович, спасибо вам за уделенное время. Не буду больше вас отвлекать. Через полторы недели, примерно, или две недели, ролик может стоять. Я их отдаю на обработку. Мы ничего не приклеиваем, не добавляем и не убавляем. Вот как есть, живем, так и ставим. Заголовок только дам, и все. Да, спасибо большое. Я буду его смотреть, прослушиваю. Мы хорошо встретились. Если нужна будет, через месяц, там, вы можете с женой подойти вместе к скайпу. Ладно, хорошо. Так, к отцу Кириллу сходите обязательно. Все, спасибо. Во славу Божию. До свидания. До свидания. Видишь, вот, какой новый человек.